Состояние средней степени тяжести. У него черепно-мозговая травма. В сознание пока не приходил. Если нужна будет какая-то помощь, вы извините. Да. Нет, я не даю никаких комментариев. Помощь, деньги, лекарства или... Простите. Кто дал вам мой номер? Я ничего не комментирую. Дмитрий Александрович, я вас понял. Если что-то понадобится, я дам вам знать. Хорошо. Сделайте все возможное. Лена! Чего тебе нужно? Мне жаль, что так получилось. Жаль? Тебе жаль? Что это было, Дима? Значит, то, что говорят о тебе, правда? В смысле? Ты приехал сюда банкротить завод? Я не вижу связи. А зачем тогда избивать людей, которые против этой самой вашей модернизации? Так, стоп, стоп, Лена! То есть, это я, по-твоему, разогнал митинг? Это сделал я? Я не знаю, ты или не ты. Может быть, тот, кто хочет купить завод за копейки. Я не знаю, кто чего хочет. Я здесь для того, чтобы вот это все модернизировать. Илья? Оль! Малышка, что случилось? Что случилось? Папа, мы им ничего не сделали. Они просто его били. А эти все снимали на камеру. Я... Я хотела позвонить в поле и... Все, он домой. Домой. Домой, домой, домой. Лена, мы завтра увидимся? Антон? Все, пойдем на себя оставим. Ну, а кто еще? Мам, у меня очень сильно эльбро болит. Все, скоро я на вызовах. Пришлось сюда пешком тащиться. Шамрай Антон Викторович, 15 лет. А вот и ты со своим уголовником. Ты учти, я прямо отсюда сажусь и еду в прокуратуру, пишу заявление. Этого твоего ублюдка малолетнего засажу далеко и надолго. Семенство скотов. Это же нам не мстит. Муж ее бросил и ушел ко мне. А теперь она своего змионыша натравливает, сама ходит кляузы, пишет. Скотина. Что ты молчишь, глаза выпучила? Только и можешь что за спиной гадить. Ты учти, я твою школу снесу и в асфальт закатаю. Этот твой ублюдок малолетний на нарах сдохнет. Прилипы к нам животные. Слушай меня, если ты или твой сын приблизился к моим детям ближе, чем на 100 метров, я за себя не отвечаю. Ясно тебе? Ясно тебе, я спрашиваю. Отпусти ее. Мам, не надо. Боже, родной, Боже. Мне уже стыдно. Теще в глаза смотрит. Денег мне дает на тормозок. Ты представляешь? Ребятки, пожалуйста, внимание. Нужно сдать деньги для пострадавших. Кто сколько может. Деньги? А где взять деньги? Два месяца зарплату задерживаю. Но я же сказала, кто сколько может. Не можете, не сдавайте. Надо к начальству идти. Старому или к новому. Какая разница? Все равно все на нас наплевают. Чего проставим? Пытаемся собрать деньги для пострадавших. Отлично. Они, значит, бить будут, да? А мы пахать и молчать. А потом деньги друг другу на пилюльки сдавать. Александр Александрович, ну как вам не стыдно? Да с хрена ли мне должно быть стыдно? Я в третий месяц за счет жены бюджетница живу. Вот это реально стыдно. Уважаемые, не будем устраивать здесь бардак. Тем более у нас контракт, обязательства. Давайте работать. У меня долги по коммуналке. Вы меня слышите? Я же вам сказал, деньги будут. Нужно только сдать эту партию. Да наслушались уже. Тридцать человек по больницам. Мужики, айда по домам. А вот это провокация. Вы что, не понимаете? Нас же вынуждают, чтобы мы объявили забастовку. Чтобы быстрее обанкротить. Пока денег не будет, на работу никто не выйдет. Какая зарплата, такая работа. Понятно. Нет денег, нет работы. Пошли уже. Значит так. Кто сейчас покинет территорию завода, получит выговор. И лишится премии. Премии. Да мы премию сто лет в глазах не видели. Пошли. Эй, подождите. Ребята. Ребята, а деньги? Ребята, а деньги? Вставай. Спасибо. Мам, ну хватит уже. Все ведь прекрасно понимают. Кто ты, а кто Тамара. Ну психанула, бывает. Ты не понимаешь. Да что ж такое-то. Вообще-то, это ты должна меня сейчас успокаивать. Кого в ребрет речь надо? Мам, ведь все же хорошо. Дедушка очнулся. Все живы. А дальше что? Что? Я открою. Я открою. О, привет, Илюха. Привет, Маха. Здрасте, Тим. Привет, Василиса. Привет, Василиса. Какая тебе тетя? Ты чего? Привет. А ну давай, раздевай Ваську. Маш, держи. За ней все повесь. Пока до вас доберешься, семь ботов сойдет. Пойдем пока что. Привет, подруга. Все интересно. За нейте приехали. Ты чего, с ума сошла? Мы как услыхали о митинге, доцентка сразу в обл. администрации, а я к тебе. Просто Ваську с интерната забрала, чтобы потом на другой конец цивилизации не переться. Есть хотите? Ну, когда я не хотела есть? Ты как? Плохо. Ну что, будем повышать настроение? Та-да-дам! Давай стаканы. Та-да-дам! Дмитрий Александрович, я с вами пойду. Нет, не надо. Не надо. Как Оля сказала, не надо провоцировать социальное неравенство. У людей денег нет на хлеб, а я выйду из машины такой красивый, с охраной. Вы же понимаете, если с вами что-нибудь... Все будет в порядке. Ты езжай лучше Коле, я что-то за нее волнуюсь. Действительно, надо было оставить ее в Лондоне, в школе-пансионе, да, может и надо было. Ну, сейчас, чего об этом говорить. Ладно. Эй, ты чего, Лен? Там-ка она же черноротая. Как слов скажешь, так как помоями обольют. Сим, они школу снесут. Да не снесут, и недоценка на это не пойдет. Ты лучше расскажи, как там наш новый директор завода на тебя отреагировал. Не, ну кто о чем. Сим, у меня отец в реанимации, ребенок со сломанным ребром, и я вот-вот могу лишиться работы. И ты думаешь, меня интересует, как на меня отреагировал Дима? Я уверена. Еще не могу понять, с кого перепугу ты выскочила за этого доценка. Ты что, Диму не могла дождаться? Не могла. Ну и дура. Ну и доценка тогда не был таким. Каким он не был? Ну таким. И вашим, и нашим. Ой, то у Витки вся жизнь смысл, чтобы всем нравиться. Невозможно всем нравиться. Конечно невозможно. Вот ты с ним и развелась. Нет, развелась я с ним не поэтому. А потому что он мне изменял, когда я беременная ходила. А потом еще 10 лет лапшу на уши вешал. Вот сволочь. Не, оценка не сволочь. Тряпка. Пожар! Пожар! Где? В третьем цеху! Марина! Где Марина? Она в цеху была! Вы деньги сдавать будете? Деньги? Какие деньги? Для потерпевших на митинге. Да. Конечно. А сколько вам? Сколько не жалко. Мне просто только... Берите. Возьмите, возьмите. Что, все? Да. А где рабочие? Так забастовка же. А начальство где? Какое? Старое или новое? Я новое. Где старое начальство? Бурое, то есть, извините, Гнадий Анатольевич. Он, кажется, у себя. Том, ты же знаешь, в городе ЧП и у меня сейчас нет не то что желания, даже времени участвовать в ваших с Леной разборках. Эта чокнутая меня чуть не убила. Кто? Лена? Не убила? Вот не смеши меня. Подожди, ты мне не веришь? Хорошо? Ты приедешь, ты сам увидишь, что ваш с ней сын сделал с Антоном. Опять подрались? А лучше чтобы. Ты со мной? У меня, правда, нет времени. В смысле? Ты не будешь решать эту проблему? Какую проблему? С твоей бывшей. Послушай, Томочка, есть одно хорошее правило. Когда двое дерутся, третий не лезь. В особенности это касается, когда эти двое женщин. Хорошо, я тебя услышу. Значит, я снова буду действовать сама, так, как считаю нужным. Вот и действуй. Я люблю тебя. Олег Романович, здравствуйте. Да, у меня к вам дело. Нет, не на миллион, чуть меньше. Нужно встретиться. Дмитрий Александрович, я пытался их остановить. Вы же сами понимаете, все раздражены, народ в зону. Мало того, что денег нет, так еще и применение силы. Завелись в полоборота. Завелись в полоборота. Почему вам зарплату не платить? Ну, так, заказчик задерживает. Ждем. Предоплата была? Была. Ну, мы ее долги оплатили по газу и свету. Иначе завод вообще бы стал. А сейчас он работает, да? Давайте сделаем так. Завтра должны все оказаться на своих рабочих местах. Договорились? Дмитрий Александрович, ну, как я это сделаю? Ну, что, мне по домам ходить, на колени становиться умолять? Не надо так кардинально. Хотя было бы неплохо. Просто скажите, что завтра после обеда будет погашена задолженность по зарплате. Подождите. Кто? Из каких же резервов? Из спецрезервов. Минфин завтра переведет деньги после обеда. От вас требуются просто документы по последним договорам. И еще, назначьте, пожалуйста, на завтра совещание. Пусть придут все начальники цехов и главный бухгалтер. Дмитрий Александрович. Еще какие-то вопросы? Да нет. Все. Ну, хорошо. С вами приятно иметь дело, Геннадий Анатольевич. До завтра. А как мне приятно с тобой иметь дело, Димочка. Ты себе даже представить не можешь. Оль, привет. Выгляни в окно. Выходи, я тебе что-то покажу. Сейчас буду. За что они тебя так ненавидят? Да не за что. Да тоха все мучит. А он почему? Наверное, хочет быть единственным наследником. Знаешь, как у монархов. Есть первенец, которого наследует трон. А есть инфант, который вечно уверен, что это несправедливо. И что, наследник? Много золота стоит на канале? Да нет никакого золота. Просто у Тохи комплекс неполноценности. Он папой делиться не хочет. Сложно у вас как-то все. Да, есть такое. Извини, что тебя втянул. Буду теперь издеваться. Не переживай. Я Саше скажу. Он нам быстро объяснит, кто из ху. А кто такой Саша? Саша, моего папа бодигард. Это серьезная заявка на успех. Все, пришли. Подожди. Все. Теперь можно. Фантастик. Мое любимое место. Как же здесь красиво. Почему это никто не использует? Тут же можно построить туристический центр. Так это ж надо строить. А что, некому? Или не хотят? Да есть, кому и хотят. Так в чем проблема? Давай я тебе потом объясню. Пойдем. Ну что там? Создали спецкомиссию. Теперь будут расследовать, кто спровоцировал конфликт возле завода. Ты сам как думаешь? Думаешь. Витя! Витя! Ну что, Витя? Витя! Антон, иди к себе. Мне здесь хорошо. Не борзей. А то что? А то урок мужества сейчас тебе преподнесу. Давай-давай. Мы с тобой позже поговорим, герой. Витя, перестань. Ну а что? Сыночка, у мамы с папой серьезный разговор. Давай ты пойдешь к себе. А с меня тогда билеты на бой Макгрегора. Хорошо? Разбаловала ты его. Врезать бы мы пару раз, а не билеты. Врежь. Чего уж ты не врезал? Так что это сегодня утром на заводе было? Да неизвестно пока. Кто-то петарду бросил. Пострадавшие в основном рабочие. Друг друга потоптали. Ну, есть и те, кому это полиция досталась. Ну, думаю, все останется как прежде. Вкатают пару человеком за превышение полномочий, этим все закончится. Ощущение, что все это специально провернули, чтобы нового гендиректора скомпрометировать. Кстати, кого назначили, ты не в курсе? Чей теперь человек с заводом нашим править будет? Старый знакомый. Дима Яструб. Это что? Это та новость? Да. И что ты теперь думаешь делать? Он мне не мешает. Да ладно. А как же мужское самолюбие? И то, что ты для некоторых по сравнению с ним навсегда номер два. Послушай меня. Ну, вот зачем ты все это спрашиваешь, а? Ну, что ты? Неужели ты хочешь уйти от меня к Диме Яструбу? А что? Он мужчиновидный? Почему бы и нет? Хотя? Нет. Ну, не сейчас. А потом посмотрим. Господи, зачем тебе он? На балансе завода много вкусных зданий? А он директор? Ты же у меня мужчина умный должен понять. Я понимаю, к чему ты клонишь. Мой тебе совет. Оставь школу в покой. Оставь. Нет, Витя, ты самоустранился. Так что твое мнение меня теперь не интересует. Я вот все никак не могу понять, а? Молодая, умная, красивая. Любят тебя. Все у тебя есть. Чего ты к Ленке прицепилась? Ну, чего тебе не хватает скандалов этих бесконечных? Угомонись, я тебя прошу. Да не нужна мне твоя Ленка. У меня вот парковку негде строить. Это основной вопрос, который я должна решить. И я его решу. И ты из-за своей парковки готова уничтожить просто детскую музыкальную школу. Так? Да. А что, лично мне эта школа не нужна? Сыну нашему тоже не нужна? Он у нас вообще на бокс ходит. Ты, надеюсь, в курсе? Так что ты давай тут не строй из себя. Не надо. Все и про тебя знаю, и помню. Как ты денежки любишь. Так что Деда Мороза из себя не разыгрывай. Альтруист нашелся. Так, поеду-ка я, наверное, к себе. Не держу. Я не хочу в садик. Маш, не начинай. Я и так уже на работу опаздываю. А я дома. Илья заболел. Я тоже. Не обсуждается. Сегодня ты идешь в садик. А на выходные, может быть, съездим в зоопарк. А я хочу в цирк. Ой, хорошо. В цирк так в цирк. Ну, давай, моя хорошая. Давай, заводись. Хорошая машинка. Давай, давай. Черт. Дима? Привет, Лена. Ты как тут оказался? Ну, давай, заводись, пожалуйста. Подвезти? Нам в садик. Ну, в садик-то в садик. Не замерзла? А кто видит машину? Меня зовут Саша. Саша. Ну что, как папа? Уже лучше. Врачи говорят, угроза миновала. Ну, слава богу. Зачем приехал? Лена, поговорить надо. Говори. Ты знаешь, я здесь недавно. Я вообще не понимаю, что происходит. Не знаю, кто-то мутит воду на заводе. Я не знаю, кто. Идти к твоему папе. Ну, не думаю, что он захочет с нами разговаривать. Вот. Может, и слышал что-нибудь. Ну, давай вечером встретимся, поужинаем, поговорим. Ну, хорошо. Ну, не замечательно. Я сообщу, где и когда. Привет, принцесса. Ты сегодня одна? Что надо? Как что? Познакомиться с тобой поближе. Нас же вчера так прервали. Извини, но меня не интересуют закомплексованные слабаки с манией величиями. Чего? Илья был прав. Ты не только тупой, но и глухой. Слышь ты, пудель английский. Базар фильтруй. Руки убери. Тох, тох, доставь ты ее. У нее, кстати, батя новый директор завода. Да мне плевать, кто ебать. Так, что тут происходит? Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Что происходит? Доброе утро, Елена Николаевна. Хотя, какое черт оно доброе? Школу закрыли. В смысле закрыли? Пришли МЧСники и закрыли. На каком основании? Варийное здание, говорят. Трещины. Тут же газовые трубы проходят. Так, где они? Трубы. Да какие трубы, инспектора эти? Внутри проверяют. Нас всех попросили выйти. Здравствуйте. Попросили же здание покинуть. Я директор школы Елена Николаевна Ветер. Хочу знать, на каком основании проводится эта проверка. К нам поступил сигнал об утечке газа. От кого? От одного из родителей. Фамилия? Моя? Зачем мне ваша? Того, кто пожаловался. У меня нет таких данных. Все зафиксировал. Отчаливаем. Подождите, а нам что делать? Это вопросы не ко мне. Мы проверяем, перекрываем, составляем отчет. А что с этим делать, уже не мы решаем. А кто? Как везде начальство. Покиньте, пожалуйста, помещение. Подождите, но у меня здесь документы, бухгалтерия в конце концов. Женщина, вот не дай бог, тут все рухнет или рванет. Кто будет отвечать? А? Вы. Вы. Так что идите. И все ваши претензии, вопросы, все к руководству. Закрывайте здание. Я сама. Ну что? Говорят, кто-то из родителей написал заявление. Пожаловались на утечку. Вот они и среагировали. Врут. Сама-то что думаешь? Ну, а что тут можно думать, Григорий Владимирович? Ничего хорошего. Елена Николаевна, а нам теперь что делать? У нас через неделю концерт отчетный. Как же так? Дети готовились. Давайте так, я все выясню. Будем предпринимать уже что-то конкретное, хорошо? А сейчас давайте расходимся по домам. Холодно. До свидания. До свидания. Лен, а ты не думаешь, что это все с подачей? Я не думаю. Я уверена. Как вы понимаете, завод убыточен. И в данный момент мы не в состоянии держать на балансе такие объекты, как музыкальная школа, дом отдыха, бассейн. Поэтому я предлагаю их передать на баланс. То есть отдыхать мы теперь не будем? Бесплатно не будете. Во-вторых, нужно менять подходы к производству. В ближайшие два-три года я хочу полностью модернизировать завод. За чей счет? За счет иностранных инвестиций. Несколько корпораций заинтересованы в нашей будущей продукции, с хорошим рынком сбыта. Так что я думаю, что все у нас получится. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я так думаю, будут сокращения? Так, реалии таковы, что либо мы кардинально меняем все, либо завод становится и больше никто из нас не работает, включая меня и вас. Если отвечать на ваш вопрос, то да, штат будет сокращаться за счет работающих пенсионеров. Что ж, разве заводу больше не нужен? Я могу идти? Ну, Игорь Михайлович, тебе, как заслуженному работнику завода, в виде исключения можно и остаться. Простите, но никаких исключений не будет. К сожалению, мы не можем себе позволить содержать работающих пенсионеров. Если так, тогда счастливо оставаться. Мне искренне жаль, что приходится принимать крайние меры. Но, к сожалению, финансовое положение завода очень плачевно. Кстати, по поводу финансов. А кто здесь главный бухгалтер? Я. Как его зовут? Зовут меня Марк Давыдович. Марк Давыдович, скажите, сколько вам нужно времени, чтобы подготовить годовой финансовый отчет? Финансовый год еще не окончен. Так что смысл делать двойную работу? Давайте подождем. Недели вам хватит? Простите, но это невозможно. Приведется постараться. Еще вопросы? Ну, если нет вопросов, тогда совещание окончено. Пожалуйста, передайте своим подчиненным все, что сегодня услышали. Все свободны. Дмитрий Александрович, вы же, надеюсь, понимаете, что ваши реформы крайне непопулярны. Народу они могут не понравиться. Геннадий Анатольевич, я здесь не для того, чтобы кому-то нравиться. Поэтому впредь давайте не будем говорить об этом. Извините, я спешу навстречу к мэру. Виктору, привет. Передам. Анатольевич, что делать будем? Давай у меня встретимся, обсудим. Жесть. Хорошо. Ну как, а причина? Сказали, что к ним поступила жалоба на аварийное состояние здания и на утечку газа. Так, но у вас здание действительно аварийное? Ну, рядом идет стройка, и действительно по стенам пошли трещины. Но я не считаю, что это настолько критично, чтобы ее закрывать. Понятно. Кто конкретно опечатывал, какая бригада? Третья. Третья, третья. Давай так, я все пробью и тебя наберу. Хорошо, спасибо. Слушай, Лен, надо как-то собраться классом. Я некоторых уже лет десять не видел. Согласна. Может, чайку? Нет, Лен, спасибо, я побегу. Ну, как знаешь. Пока. Куда опять бежим, а? Дай пройти. Да легко. Только сначала крестик тебе на лбу нарисуем. Опа, лопну. Чтоб не забывала, что здесь не Лондон. Отпустили. Ты нормально? Да. Не Лондон, говоришь? Тогда я тебе по-нашему объясню. Если Оля мне еще раз скажет, что ты или кто-то из твоих сопливых друзей к ней подкатывает, я в ноздри на уши натяну. Понятно? Да. Понятно? Да. Пошел. Все хорошо? Да. Только папе не говори, хорошо? Не вопрос. Сука. Витя! Привет. Здорово. У меня к тебе серьезный разговор, но если сейчас не вовремя, давай завтра. Извини, я завтра уезжаю в район на весь день. Так что если что-то срочное, давай сейчас. Или это надолго? Не, не долго. Я хочу, чтобы ты вынес вопрос на сессию о передаче соцобъектов завода на баланс города. Министерство не против? Сказал, проблем не будет. Ну, надо вынести, вынесем. Только ты учти, я задолженностями к себе не возьму. У меня есть, когда бюджетные деньги тратить. Ну, мы из-за должности все погасим. А школу Ленкину тоже отдаешь? Да, конечно. Она об этом знает? Нет, сегодня вечером за ужином скажем. Ну, у нас чисто деловой ужин. Да ладно, не парься. Мы в разводе. Я не знал. А ресторан привосил. Да это... Бить. Да ладно, проехали. В общем, вопрос на сессии поставлю о внесении на баланс. Думаю, проблем не будет. Ну, если у тебя больше нет вопросов, я побежу. Нет, у меня все. Слушай, только ты... Что? Вечером там смотри, голову не потеряй. В смысле? В прямом. Я побежал. Зачем ты опять к этой девчонке полез? А что она мне хамит, а? Она что думает, если ее батя директор завода? Она теперь может меня перед моими пацанами слабаком выставлять? Сколько раз я тебе говорила? Перед тем, как наезжать на кого-то? Выясни, кто противник, кто за ним стоит. А потом уже лезь. Слушай, давай просто крестному позвоним, а? И пусть он его засадит за насилие над несовершеннолетними. Слышь ты, звонитель, ты сначала свои связи на работе, а потом вопросы решай. Если бы она была местная, уже бы давно этого урода взяли. Так а что мне делать-то, а? Я же если не отвечу, да я для всех фриком буду. Фриком? И слова-то, как и я. Фриком, сыночек, ты у меня не будешь. Запоминай, не можешь сразу победить противника, затаись, понаблюдай. Выяви слабое место и потом сразу. Бей. Теперь ты понял? Теперь понял. И дружкам своим скажи, чтоб язык на замке держали. И не трейфим то, что будут молчать, как миленькие. Не понимаю, зачем все это нужно? Лен, не нуди, на вот еще примере пиджачок. Все, надоело. Пойду, в чем утром была? Чего? В джинсах в ресторан? Да я чувствую себя идиоткой. Сама настаивала на том, что эта встреча не свидание, и сама же приду в вечернем платье и в колье. У тебя что, есть колье? Слушай, тебя вообще судьба музыкальной школы волнует? Да, при чем тут? Как при чем? Тебе надо уговорить Диму помочь нам с ремонтом, и тогда у школы проблем не будет. Точно. Если сделать ремонт, то школу не закроют. Полезно для здоровья. Сима. Чего, это не я, это врачи. Мам, я решил, что пойду завтра в школу. Ух ты. А что за повод? У твоей мамы сегодня свидание. Никакое не свидание, просто встреча со старым знакомым. Ты слышал ее? Встреча со старым знакомым, ну, бред, конечно. Иди поможь. Какое платье лучше выбрать? Вот это или то? А какая цель? Соблазнить или так? Соблазнить. Так, я в этом не участвую. Ну, чего? Лен, мы тут решили. Синяя. О, привет, я в тебе. Привет, мгдед. Да, я заказывала машинку на Тихую, 17. Ага, спасибо, жду. Значит, это так. Закрыть твою школу приказали из области. Сейчас готовятся проверки. А потом будут решать, безопасна она для обучения или нет. И сколько могут продлиться эти проверки? Лена, ты такая наивная. Я видел заключение инспекторов. Ничего, что угрожает жизни, там не обнаружено. И тем не менее, школа опечатана до окончания проверок, понимаешь? Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, кто-то очень сильно заинтересован, чтобы твоя школа больше никогда не открылась. Скажи, ты кому так дорогу перешла? Скорее всего, новому торговому центру. Я так и знала. Что теперь делать, Никит? Что-что? Думать? Ты же понимаешь, что этот вопрос на нашем уровне не решается. Слушай, а ты можешь дать мне копию заключения? Спасибо. Удачи тебе. Вот, это моя. Ты, как всегда, прекрасна. Спасибо, Никит. Привет. Привет. Это тебе. Ну, если у нас деловая встреча, то это лишнее. Держи. Все равно спасибо. Присаживайся. Ты очень красивая. Спасибо. Владимир Владимирович, я, честно говоря, не понимаю твоей паники. Ты каждый год сдавал липовые отчеты, и никаких вопросов не возникало. А тут? Геннадий Анатольевич, вы же в курсе, как происходила эта сдача. Да, я вот думаю, может быть, этому тоже чемодан с деньгами засунуть. Думаешь, возьмет? Уверен, что не возьмет. Вот поэтому, Анатольевич, вернемся к нашему вопросу. Что мне делать? Лен, признаюсь, я сегодня был немного шокирован тем, что увидел на проходной. Тебе не показалось это странным? Ты хочешь разнать мое мнение насчет митинга? Да. Это все было подстроено. Знаешь, мне бросилось это в глаза. Там были парни, у них у всех были зеленые метки на одежде. Видимо, чтобы различать, кто свой, кто чужой. Ты кого-то знаешь о них? Нет, но у меня ощущение, что ями командовал Рябов. А кто это? Начальник МВД района. Просто вначале полиция ничего не делала. Они как будто ждали, пока эти начнут бойню. А потом уже было все равно, кто кого и за что бьет. А тебе папа ничего не рассказывал? Ну, кто вообще этот митинг организовал? Да они сами решили. Ты же понимаешь, зарплаты не платят люди злые. А тут еще такая новость. Завод хотят обанкротить и пустить чуть ли не на металлолом. А кто распускает такие слухи? Марик, я не понимаю, кто здесь бухгалтер, ты или я. Придумай, что делать. Играйся с цифрами. Между прочим, ты должен быть в этом заинтересован больше, чем я. Это почему же? Да потому что при плохих раскладах сядешь ты. А если поковыряться, могут возникнуть вопросы. Вот у тебя Мерседес представительского класса, домик в Испании, деньги на обучение сына, между прочим, в самом элитном университете Европы. Вот оно что. А правда, что завод банкрот? Да. Но есть небольшой шанс все его спасти. И что ты будешь делать? Ну, у меня есть, конечно, мысль, согласованная с министерством. Много расходов. Много лишних расходов. Если их сократить, то год и через два мы можем выйти в нули. Интересно, какие у завода могут быть лишние расходы? Ну, например, база отдыха. Или здание, где находится ваша школа. Завод тратит большие деньги на их содержание. Да? Да. Если их перевести на баланс города, то... Подожди. Ты музыкальную школу тоже хочешь отдать городу? Да, мои юристы готовят документ для министерства. А те, в свою очередь, будут договариваться с городом. Ну, это невозможно. Почему невозможно? С доценткой я договорился. Он не против. Еще бы он был против. Его любовница по совместительству бизнес-леди спит и видит, как бы эту школу снести. А ты вот так просто берешь и даешь им эту возможность. Лен, ну, во-первых, я не в курсе ваших внутренних конфликтов. А во-вторых, мы все равно не можем взять школу на баланс завода. Мы ее финансово не потянем. Да все ясно. У тебя миссия спасти завод, а все остальное гори оно синим пламенем. Да, я здесь для того, чтобы спасти завод от банкротства. А с твоей школой ничего не случится. Уверен? Уверен. А ты ничего не заметил? Пустырь вместо центрального парка. Строительные заборы везде, где только можно и нельзя. Хотя чему я удивляюсь? Ты всегда обладал удивительной способностью видеть главное и не замечать детали. А ты никогда не задумывался, что в суде я могу ответить, что деньги я брал там же, где и ты. На свои охотничьи угодья, да на свою яхту. Подожди, подожди, подожди. Ты что, угрожаешь мне? Нет, что ты, боже упаси. Я просто защищаюсь. Да, большинство бумаг, на которых стоит твоя подпись, сгорели. Но кое-что мне все-таки удалось спасти. Так что давай вместе будем думать, что нам делать. Убедил, Бартенович, убедил. Ну, я обязательно что-нибудь придумаю. Тебе совершенно все равно, какие будут последствия. Разве надо думать о тех, кто может пострадать в результате твоих решений? Ты сейчас про зовут или про нас? Каких нас? Ты сам давным-давно выбрал карьеру, а не меня. И это мой личный выбор. Сначала учеба, потом работа, и только потом личная жизнь. Я не понимаю твоих претензий. У меня претензии? К тебе? Да иди ты, знаешь куда. Я одного не могу понять. Если у тебя все так прекрасно, зачем все это? Цветы, встречи, разговоры? Или система цифр дала сбой? Я просто увидел тебя. Хотел поговорить. Посоветоваться. Посоветовался? Молодец. Теперь по твоей милости я останусь одна с двумя детьми без средств к существованию. Спасибо, что предупредил. Приятного тебе вечера, Дима. Цветы можешь оставить себе. Это все твоя дурацкая идея. Платье надень, серьги, а я уши развесила. Слушай, ну не психуй, ну может он и прав. Да хоть ты не начинай, а! А я что? Я ничего. Я все равно им эту школу не отдам. Да интересно как? Ты себя прикуешь наручниками к ней и объявишь голодовку? А если надо будет, объявлю. А пока буду действовать цивилизованными методами. Ну это какими? Где мой телефон? Вот. Алло, Анжела Борисовна? Добрый вечер, извините, что так поздно. А мне очень завтра нужна группа родителей с детьми. К мэру пойдем, концерты мы устроим. Угу. Спасибо, перезвоните мне, скажите, кто будет. Хорошо. Ты серьезно думаешь, что доценка испугается группу детей со скрипками? А у него выбор на носу. Ему сейчас эта шумиха вообще не нужна. А я ему в СМИ такой скандал устрою, что мало не покажется. А если не поможет? А не поможет, в суд пойду. Пусть они там сами разбираются, законная эта стройка или нет. А Ганьку не найдется? Я не курю. Ну, извините. Ну, извините. Ну, извините. Ну, извините. Ну, извините.